Большевики готовы уничтожить все русское. Они добиваются того, чтобы русский народ забыл свою историю. Здесь стоит никому не вредящий памятник царю-освободителю. Так снимите же с него эти глупые доски. И это гнусное тряпье. С этими словами обратился герой романа «Хождение по мукам» Алексея Толстого к народу. И сейчас же бойкие парни с криками «Ломай!» начали отдирать доски от заколоченного постамента его императорскому величеству. Дело было 90 лет тому назад, в 1918 году. Памятник Александру Второму простоял в центре Алексеевской площади чуть менее 30 лет. Решение о его установке было принято месяц спустя, после гибели императора от бомбы-террориста. В июле 1888 года была совершена закладка памятника. Перед началом церемонии вокруг места будущего постамента собрались городоначальники, гласные думы, служащие управы, отслужили торжественный молебен. Затем прочитали торжественный акт об установке памятника, вложили его в стеклянный цилиндр и замуровали вот под этой угловой плитой. В сентябре 1889 года состоялось открытие памятника. Скульптор изобразил царя в генеральском сертуке и фуражке, опирающемся левой рукой на саблю. Александр смотрел на Волгу. А ниже, у подножия постамента, были расположены четыре фигуры, олицетворявшие разные исторические события. Вот здесь сидел возлагающий на себя крестное знамение крестьянин, чуть дальше женщина, отбрасывающая чадру, а свободной рукой возлагавшая к ногам императора корону, поверженной Средней Азии. Сзади черкес, который переламывал о колено свою шашку, и болгарская девушка, разрывавшая цепи турецкого ига. Сразу после революции памятник заколотили досками, с приходом белочехов доски сорвали, потом снова заколотили, а еще некоторое время спустя сбросили с постамента и царя, и черкеса с освобожденными женщинами, и крестьянина. В первую годовщину Октябрьской революции на уцелевшем постаменте была установлена фигура рабочего с винтовкой, а еще некоторое время спустя скульптура Ленина. 120 лет тому назад один из гласных Самарской городской думы обратился к согражданам с такими словами. Попытаемся вознестись над временем и очами будущего взглянем на величественный образ царя-реформатора. Умные слова благородного человека. Вот только вряд ли попытка вознестись над временем доставила бы ему радость. Будьте благодарны тем, кто любил этот город. С вами был Михаил Перебелков.